Здравствуйте! Эфир телеканала продолжит экспертное мнение. В эти выходные в Ижевске пройдет сразу два масштабных события. Это Всероссийский день ходьбы и республиканский фестиваль Кругосветка Удмуртии. Об этих и других спортивных событиях мы беседуем сегодня с нашим гостем. Это министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Александр Варшавский. Александр Ильич, здравствуйте! Я рада приветствовать вас в нашей студии. Чуть больше месяца вы в новой должности. Ваши первые ощущения и впечатления, насколько республика вообще вовлечена в массовый спорт и какой фронт работы предстоит? Могу сказать, что хэштеги «Удмуртия заряжает» и «Удмуртия территорию спорта» абсолютно на 100% верны. Глубокие традиции разных видов спорта. Около 75 видов спорта у нас сейчас официально развиваются в республике. Хоккей, биатлон, лыжные гонки, велоспорт. Масса соревнований, масса спортсменов, огромное количество великолепных тренеров. Все это опора того, что происходит в спортивной сфере в республике. И одна из самых лучших традиций именно массового спорта, наверное, физкультуры даже, это кругосветка Удмуртии. Есть ли что-то подобное в Москве и Московской области? Я про это никогда не слышал. Есть Всероссийский день ходьбы. Вот он у нас в России с 2015 года проводится. А кругосветка Удмуртии, насколько я знаю, с 2004 года. То есть это, можно сказать, родоначальник в какой-то степени. Ну и действительно, два мероприятия будут проходить в один день. В воскресенье сначала мероприятие, приуроченное ко Всероссийскому дню ходьбы. Такой массовый заход по улице Пушкинской, которая будет перекрыта в это время. Но я думаю, что это хороший повод отказаться от автомобиля на целый день. И потом она плавно перетечет уже в кругосветку Удмуртии. Расскажите поподробнее, как будет проходить Всероссийский день ходьбы в Ижевске, в Удмуртии. С чего он начнется? Начнется с того, что с 9 утра будут активности на нашей центральной площади. Вновь отремонтированы, отреставрированы. Дмитрий Губерниев будет сопровождать с 10 часов наше мероприятие на центральной площади. Будут организованы Олимпийским комитетом конкурсные какие-то мероприятия. Придете, узнаете. И в 11.30 начнется торжественная часть. И в 12 часов мы стартуем. Стартуем, там будет построена специальная арка. И через эту арку мы пойдем в парку имени Кирова. Символ этого мероприятия 2020 шагов, который посвящен Олимпиаде в Токио 2020 года. Но пройдем мы немножко больше. На самом деле чуть больше 3 километров. Я думаю, что для жителей Ижевска, это не только для жителей Ижевска, это не самая большая дистанция. Я думаю, что мы справимся. Я знаю, что еще один сюрприз вы приготовили. Можно будет записать видеообращение. Да, после того, как мы финишируем, можно будет получить автографы от наших олимпиоников. Там будут олимпийские чемпионы, как наши, так и из других частей нашей Родины. Будет глава нашей республики Бричалов Александр Владимирович, который вы знаете, тоже к спорту как минимум неравнодушен. И можно будет сделать видеообращение в поддержку наших спортсменов, которые будут выступать летом в Токио. Я еще добавлю, что Галина Кулакова собиралась принять участие. И Иван Черезов тоже будет во главе этой колонны. И действительно, таких лидеров очень сложно обогнать. Но будем стараться. Сколько участников ждете? Мы ожидаем более 10 тысяч участников. У нас есть определенные рамки. 5 тысяч первых участников, которые зарегистрируются, они получат футболку, медаль и диплом. Все, кто больше 5 тысяч, к сожалению, получат только диплом. У нас Олимпийский комитет предоставляет только на первые 5 тысяч майки и медали. Но участвовать могут все, вне зависимости от возраста, регистрации, справок, принадлежности к разным партиям и политическим движениям. Действительно, время поджимает, если вы говорите, что 5 тысяч зарегистрированных участников должно быть, и 4 тысячи уже зарегистрировано. Напомните, где можно пройти регистрацию за благовременно? Вся информация по поводу регистрации, участия в нашем мероприятии, она есть на сайте Минспорта. И в лентах ВКонтакте, в Фейсбуке, везде это можно посмотреть, это не проблема. В принципе, можно регистрацию пройти, если вдруг останутся места, прямо там на старте. Часов с 10 там будут работать волонтеры, которые смогут зарегистрировать вас на дистанцию. И плавно это мероприятие, то есть я напомню, мы финишируем в парке Минникирово, перетекает уже в другое мероприятие, это Кургосвет Кудмуртия. Сколько дистанций будет предложено на выбор? У нас традиционно там 6 дистанций, 3 пешеходных, 3 велосипедных. Ну, Кургосвет Кудмуртия собирает порядка 10 тысяч участников. Старты идут в разное время. В 2 часа один из стартов, ну, те, кто будет принимать участие, я уверен, что они в курсе. И единственное, что в 2 часа будет именно торжественная часть, которую откроет президент Олимпийского комитета России и Бричалов Александр Владимирович. И в это же время также розыгрыш призов будет? Да, сразу после того, как стартует Кургосветка, будет Олимпийским комитетом организован розыгрыш призов от Олимпийского комитета. Там порядка тысячи призов. Я уверен, что все, кто захочет, все, кто проявит достаточно активности, обязательно получат приз. Ну, невероятный какой-то день предстоит, очень заряженный, лишь бы погода нас не подвела, известно ли уже, какой она будет. Мы подготовились ко всем вариантам. У нас будут специальные накидки. Если кто-то поймет, что, в общем, опасно выходить из дома, что там дождик или снег или что-нибудь еще, можно взять с собой зонтик, никаких проблем в этом нет. Очень часто Всероссийский день ходьбы проходит в дождь. Это же осень, мы в России, ничего в этом страшного нет. Что ж теперь, если дождь на улицу не выходить? Ну что ж, это естественные условия, просто нужно как-то к ним адаптироваться. И еще о некоторых спортивных мероприятиях. Впереди молодежный чемпионат Европы под Зюдо, он тоже пройдет в Ижевске. И почему именно Удмуртии доверили принимать мероприятия столь высокого уровня? — Несколько лет руководство республики, руководители Минспорта боролись за это мероприятие. И вот, наконец-то, это произошло. Это одно из самых крупных мероприятий за последние 10 лет, которое будет проходить в Удмуртии, в Ижевске. Для нас очень важно, если мы 6 октября становимся на один день столицей Российской Федерации, то с 1 по 3 ноября мы станем столицей всей Европы. Конечно, для нас это большая честь и возможность поучаствовать в столь значимом событии. И совсем скоро Кубок России по боксу, он уже проходил в Удмуртии, насколько я знаю, и вновь принято решение провести его в республике снова. Приезжают лучшие спортсмены. Как готовитесь к этому событию? У нас очень хорошая федерация бокса, очень организованная. Может быть, у нас нет какого-то великолепного дворца единоборств, но за счет хорошей организации и четкого планинга Кубок России пройдет у нас. Там участвуют 250 спортсменов из 10 федеральных округов. И команд состоит из 20 спортсменов и 5 тренеров. Соответственно, у нас получается 25 членов одного округа, 10 кругов, 250 спортсменов. Соревнования важные, очень значимые, очень интересные. Пройдут в марте, с 15 по 20 марта. Когда будет, мы всех позовем, сделаем анонс. Ну что ж, ждем. И я напомню, что сегодня у нас в гостях был министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Александр Ворошавский. Александр Ильич, спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. Я думаю, встретимся на Центральной площади. Приглашаю к участию всех наших телезрителей. Воскресенье в 9 утра. Я напомню, регистрация, старт в 12. Это было «Экспертное мнение». Всего вам самого доброго и до встречи.